Хорошо. Коллеги, ну мы захватили на самом деле конец того выступления, да, которое у меня было перед перерывом. И собственно, эта тема, о которой мы сейчас будем говорить, она является таким гемологическим продолжением, да, только мы немножко из кардиологии будем переключаться еще на эндокринологию, на сахарный диабет. И собственно, то, с чего мы начнем, и то, о чем мы сегодня будем говорить, это наши реальные пациенты, из нашей реальной клинической практики, мы разберем с вами два клинических случая, и построили мы это таким образом, да, что первый пациент, которого буду представлять я, это тот пациент, который пришел ко мне на прием как эндокринолог, да. Что это за пациент? Ну вот на самом деле типаж уже, в общем-то, да, понятен, очевиден. Это сотрудник ГИБДД, посмотрите, достаточно молодого возраста, это Михаил, ему 36 лет. Он не женат, у него нет детей, да, и соответственно, вот курильщик с таким стажем, ну не малолетним, скажем так, да, входные данные. Вот когда я пытаюсь с этим Михаилом начать разговор о чем-то, для того, чтобы выяснить, какой образ жизни он ведет, и собственно, что его привело ко мне, посмотрите, какие ответы я получаю, да. Пытаюсь спросить про вес, уже ответ, который очевидно говорит о том, что человек не считает этот вес проблемой, потому что у него в семье все такие, и это, наверное, наследство, и, наверное, с этим сделать, да, ничего нельзя. Когда я спрашиваю, о чем он занимается, помимо работы, да, для того, чтобы как-то понять, что у себя человек представляет, как с ним дальше разговаривать, может быть, в отношении модификации образа жизни, да, он говорит о том, что, ну, вот вы сами видите, да, собственно, каким образом складывается досуг, да. Когда пытаемся обсудить рацион питания, тоже все совершенно очевидно, да, про овощи речи не идет, и наверняка со своими полезными рекомендациями по питанию, да, вот эта информация воспринята вряд ли будет, да, посмотрите, зачем пришел этот человек на консультацию? А проходил он ежегодный профосмотр, и на профосмотре, неудивительно, нам уже понятно, мы видим его, да, ожирение, поэтому для нас неудивительно, что была выявлена уже и артериальная гипертензия, хотя это иногда подъемы давления, да, до 160 и 90, и плюс сахарный диабет, который явился для него новостью, и плюс дислепидемии, и повышение приченочных трансаминаз, ну, и умеренное снижение скорости клубочковой фильтрации. И, собственно, основной запрос этого пациента, когда он пришел, заключался в следующем. Ему объяснили, что у него есть уже метаболические нарушения, и ему сказали, что вам нужно обратиться к эндокринологу для того, чтобы снижать массу тела, потому что все эти проблемы связаны с весом. Вот на том, да, как бы мы и встретились с этим пациентом. Давайте посмотрим, зачем вообще такого пациента лечить. Мы чего хотим достигнуть, коллеги? Вот видя такого человека перед собой, какая наша цель? Мы хотим сахар сделать нормальным, давление привести в норму. Какая наша конечная глобальная цель? Она в чем состоит? Она, наверное, состоит в том, чтобы этот Михаил жил дольше, да? То есть мы реально хотим снизить, да, его сердечно-сосудистый риск. Мы хотим, чтобы этот человек, которому сейчас еще не полных 40 лет, он прожил дольше и прожил качественную жизнь, да, а не просто какие-то годы. Посмотрите, наша агрессивная тактика лечения, на которую мы настроены с самого начала, в виде его метаболический профиль, то есть нам уже хочется подключить какие-то таблетки, чтобы все это привести в норму, она на самом деле, наверное, оправдана. Почему? Потому что мы сегодня знаем про метаболическую память, мы знаем сегодня, что чем раньше мы начинаем лечить наших пациентов, вроде как агрессивно себя ведя, но так они воспринимают, да, наш настрой в отношении таблеток. Вы же прекрасно знаете о том, что пациенты нередко говорят, да, только придешь к врачу, тебе сразу таблетки предлагают, только придешь к хирургам, да, хирурги тебе предлагают оперативное вмешательство. Это такие распространенные, да, бытовые суждения. И здесь тоже наши попытки как-то фармакологически сразу закрыть все проблемы, они воспринимаются как агрессивная тактика поведения. Ну а правда ли она вот в этой ситуации, когда это молодой человек до 40 лет, и в общем-то может быть, если он похудеет, все его проблемы уйдут. А каким образом нам оценить, да, вот этот сердечно-сосудистый риск? Ведь если перед нами, например, женщина, которая 65 лет, которая перенесла 2 инфаркта, у нее стаж диабета несколько десятилетий, то здесь очевидно, что у нее сердечно-сосудистый риск высокий. А у этого пациента, ведь он же молодой, у него все это было выявлено вчера. Как оценить его сердечно-сосудистый риск? Михаил Юрьевич, что вы скажете как кардиолог? Насколько пациент в высокой группе риска? Ну, на самом деле, несмотря на, так сказать, очевидную свою молодость, да, пациент имеет сазарный диабет, и вы видите, что диабет, плюс один и более факторов риска сердечно-сосудистого заболевания, это уже очень высокий риск. А у него эти факторы есть, да? У него есть гипертония артериальная, да, и у него есть изоэпидемия. Ну, насчет его наследственности я не знаю, так сказать, а тегущая 0, она, ну, хватит и этого. Между тем, у людей с сахарным диабетом риск практически такой, как у лиц, которые перенесли инфаркт миокарда. Да, то есть очевидный факт, да, что если человек один раз перенес его факт, то риск получить повторный у него выше, чем в общей популяции. Так вот пациенты с диабетом, да, вот он, красный, они идут ровно параллельно, так сказать, тем людям, которые имеют уже в анамнезе инфаркт миокарда. То есть настолько большой вес диабета, как фактор риска сердечно-сосудистых заболеваний. Наверное, многие из вас знают вот эту прекрасную шкалу, да, спор. Она в центре красной, кроме одного, для лица с диабетом она не подходит вот совсем. Потому что диабета там нет. А почему там нет? А потому что лица с диабетом сразу попадают вот сюда. Да, то есть либо в красную, либо в очень красную шкалу. Для пациентов с диабетом разработаны другие способности оценки риска, да, вот одна из них, аэс-СВД, вы видите, вот разница, да, только по диабету, да, между пациентами, в одном случае диабета у нас, в другом есть, и риск сердечно-сосудистых событий, да, соответственно, коронармута или инсульта, или нефатального инфаркта в течение 10 лет составляет 18,5% после того, как сразу, да все остальные, видите, показатели у нас с вами одинаковы, здесь есть диабет, здесь нет диабета. Разница составляет 8%. Если мы сердечно-сосудистые факторы риска как-то оптимизируем, то вполне вероятно, мы снизим риск вот настолько. В этом случае всего на 1,2%, в этом практически в 2 раза, да, то есть вот, так сказать, та цена, которую мы можем, так сказать, платить, и даже у такого пациента, которому 38 лет, да, который вроде бы еще рано ему думать, да, о том, что инфаркт, инсульт и так далее, тем не менее, так сказать, в течение ближайших лет, так сказать, фатальная программа вполне у него может реализоваться, и, собственно говоря, задача наша совместная, она, как-то дело нормализовать. Весь вопрос вот как, да? Да, ну давайте все-таки вернемся к тому, что этот пациент пришел ко мне на консультацию, я эндокринолог, да, и, соответственно, первые моменты, да, которые будут, скажем так, факторами снижения этого сердечно-сосудистого риска, это что мы потенциально делаем для пациента. Мы можем помочь ему похудеть? Он пришел с этим запросом, в принципе, мы можем дать эти рекомендации, это же вопрос десятый, как они будут выполняться, да, но мы можем это сделать, это в нашей компетенции. Назначить сахароснижающую терапию можем, у этого пациента выявлен диабет, в принципе, тоже может. Ну и давайте посмотрим, как же сейчас выглядит, да, современные рекомендации по снижению массы тела. Во-первых, зачем, да, собственно, зачем снижать массу тела? Мы прекрасно знаем о том, что умеренное снижение массы тела на 5-10%, оно приводит к улучшению метаболического плана, то есть снижению сердечно-сосудистых рисков, да, у этих пациентов. То есть мы тем самым не только каким-то образом видоизменяем его образ в зеркале, но еще, да, лечим коморбидные состояния и улучшаем качество жизни этого пациента. А теперь вопрос следующий. Как снизить массу тела? И вы наверняка, если занимаетесь этой проблемой, видите, что день от огня публикации все множится и множится на тему того, какая же диета эффективнее. У людей с диабетом, у людей без диабета, просто ожирение, да, не просто ожирение. Диеты с максимально белковым составом, диеты с низкожировым составом и так далее и тому подобное. На самом деле, если мы говорим о том, как снизить массу тела, для этого достаточно уменьшить калорийность питания. Как ее уменьшить? Где-то примерно на 500-750 ккал в день. То есть забрать у пациента 2 сосиски в день, забрать у него стакан по психологу в день, и он уже начнет худеть, да. При этом, посмотрите, диеты с различным соотношением макронутриентов, они не имеют преимуществ друг перед другом в отдаленной перспективе. То есть если мы говорим, можно, например, да, приходит пациент и говорит, вот такой-то человек, да, похудел на кефирной диете, такой-то на овощную. На любой диете можно похудеть, если это будет ограничение калорийности питания. И вот если вы посмотрите, да, стандартные для нас цифры, мы женщины 1500 ккал, мужчины 1800, мы часто их где-то, да, встречали как рекомендацию. Это индивидуальный подход. Если наш мужчина до этого в день съедал 5000 калорий, и мы его переведем, да, на 1800, понятно, что он продержится дня три в лучшем случае. То есть основная идеология, она состоит вот в этом. А если я, например, попытаюсь найти все диеты, у которых высокий уровень доказательности, что они снижают массу тела, они не уместятся даже на 10 слайдах. Вот здесь можете на самом деле просто проглядеть, да, это лишь для примера, что этих диет очень много. Любая диета снижает массу тела. Будь то основанная только на овощах, да, или молочно-овощная диета, или, соответственно, только белки, да, сейчас очень популярные вот эти диеты. Любые диеты снижают массу тела, потому что они заключают в своей основе снижение калорийности питания. А вот совсем другой вопрос, как питаться, чтобы снизить сердечно-сосудистый риск. Потому что, когда мы с вами говорим о улучшении метаболических показателей при снижении массы тела, мы понимаем, что у нас снизится давление, у нас улучшатся показатели углеводного обмена. Но мы не знаем, этот человек умрет через какое-то другое количество лет или нет. Мы ничего не знаем про его сердечно-сосудистую смерть. Поэтому, когда мы говорим, диеты направлены на снижение массы тела, диеты направлены на улучшение коморбидных состояний, но про сердечно-сосудистую смерть никто не доказал, да, что человек похудел, он, соответственно, будет жить дольше. Это косвенные, да, такие суждения. А вот диеты, которые 100% доказали, что они приносят пользу организму, вот одной из них является средиземноморская диета, и давно уже вся эта, да, идея с 2013 года циркулирует, которая состоит в том, что основу питания должны составлять, да, сложные углеводы, соответственно, должно быть меньше жира, да, больше молочных продуктов, меньше мяса красного два раза в неделю, да, и, соответственно, белки мы должны получать из рыбы. И вот такая средиземноморская диета, она показала действительно как факт питания снижение сердечно-сосудистого риска. Так вот, если мы посмотрим с вами на рекомендацию по питанию для людей с сахарным диабетом второго типа, да, мы и увидим, что снижение калорийности питания и вот эти вот базовые принципы, на которых построена пирамида питания при средиземноморской диете, она туда вошла. То есть ни один кардиолог, ни один эндокринолог пациенту не будет говорить, вам можно есть сливочное масло пачками, вам можно есть сало и так далее. Мы понимаем, что надо переходить на полезные жиры, мы понимаем, что надо есть меньше мяса, да, и, соответственно, углеводов должно быть в процентах 50-60, но это должны быть правильные углеводы, да, то есть цельнозерновые продукты, а не рафинированные сахара. А теперь посмотрите, пожалуйста, следующую вещь. Буквально в августе этого года журнал «Ланцет» опубликовал достаточно крупные исследования, 135 тысяч участников, и период наблюдения чуть больше 7 лет. Первичными конечными точками, которые оценивались, были сердечно-сосудистые события, общая смертность. То есть, в принципе, это было исследование по еде, а построено оно было как хорошее такое исследование, да, по оценке сердечно-сосудистых рисков, там, при какой-нибудь медикаментозной терапии любой. Посмотрите, что получилось. Высокое содержание углеводов в пище связано с высоким риском общей смертности. Причем, если посмотреть, что туда входит инфекционное заболевание на первом плане. Но что больше всего вызвало волнение общественности, при обладании в пище любых жиров ассоциировано со снижением показателя общей смертности. Высокое содержание насыщенных жиров, то, что мы запрещаем всегда, ассоциировалось со снижением инсультов, да, высокое содержание жира не ассоциируется с повышением сердечно-сосудистой смертности и острого инфаркта миокарпа. И в свете этих выводов исследователи рекомендуют пересмотреть рекомендации по питанию для людей с диабетом, для людей с ожирением. Но пока все остается так, как есть. И на самом деле, вот это вот исследование, после него можно поставить многоточие, а для себя, как для практикующего врача, неважно, общей практике или кардиолога, просто сделать ключевой вывод, который состоит в том, что мы пока еще до конца не понимаем, да, какие продукты являются вредными, какие продукты являются невредными, да, и умеренность в питании, и если у человека есть избыточная масса тела, она, наверное, заключается в том, чтобы просто ограничивать колораж, да, а не, скажем так, под страхом смерти запрещать пациентам те или иные продукты питания. Давайте перейдем ко второму фактору, который тоже влияет на вес, да, я возвращаюсь к нашему пациенту, он-то пришел для того, чтобы мы ему объяснили, как снижать массу тела. Любые рекомендации, будь то диабетологические или кардиологические, они содержат, да, обязательные регулярные физические нагрузки, аэробные, анаэробные, несколько раз в неделю, да, для того, чтобы это был здоровый образ жизни, для того, чтобы это был контроль массы тела. Но если мы с вами говорим о том, что пациенту надо похудеть, то вот эти нагрузки, да, они, возможно, влияют на сердце позитивно, но к снижению массы тела они не приводят, да, и наверняка вам пациенты иногда задавали вопросы о том, что, ну, а можно я все-таки буду есть как ел, ну, вкалывать в спортзале, ну, потому что я хочу заплатить эту цену за эту еду. Вот на самом деле получается, что невозможно такая компенсация, потому что те исследования, которые проводились на предмет оценки, да, отдельных элементов, физические нагрузки, да, питания, они показали, что если ты ничего не делаешь с питанием, то одними физическими нагрузками ты массу тела не снизишь. Так что возникает закономерный вопрос, они вообще не нужны. А вот на самом деле, да, они при снижении массы тела, как я уже сказала, делают такой вклад, когда мы снижаем массу тела, да, они делают менее значительный вклад, но когда речь стоит о том, что нам нужно удержать, достигнув массу тела, да, то есть пациент похудел, то вот тогда вот расширение физических нагрузок, оно как раз таки позволяет удерживать достигнутые результаты, потому что оно влияет определенным образом на метаболизм. И когда пациент достиг вот этих минус 5, минус 10 процентов от исходного веса, вот тогда 150, 200, 300 минут в неделю они позволят человеку, да, я имею в виду физических нагрузок, эту массу тела удержать. Таким образом, физические нагрузки, они имеют ключевое влияние на удержание массы тела, а не столько на снижение, на этапе снижения массы тела, калорийность питания играет ключевую роль. Вот об этом я уже сказала, да, что когда речь идет об удержании достигнутого результата, да, физические нагрузки и расширяются поэтому в количестве минут в неделю, потому что они здесь действительно будут играть достаточно серьезную роль. Но вся проблема состоит вот в чем. Вот Михаил пришел ко мне как к эндокринологу, чтобы я ему объяснила, как питаться и как расширять физические нагрузки. Но на самом деле, глядя на него, я понимаю, что я как мода единицы, да, и несостоятельна. Почему? А потому что ему нужна командная работа, ему нужно командное сопровождение, чтобы был психолог, который работает с его поведением, да, когнитивно-бихевиоральной терапией. Ему нужен специальный человек, который будет работать с его физическими нагрузками, да, и вся эта команда врачей должна работать постоянно с этим пациентом и на этапе снижения массы тела, и на этапе удержания. И только если вот этот аспект наблюдения удастся реализовать, коллеги, а вы прекрасно понимаете, неважно, Белгоград, это Москва, это какой-то другой город, у нас в большинстве учреждений это недоступно. Вот это командное сопровождение, если мы говорим про снижение массы тела. Но исследования, в которых это реально было, да, осуществить, показывают нам, что 60% больных снизит вес больше, чем на 5%, а 10%, да, соответственно, а половина из них снизит вес больше, чем на 10%. Но только вопрос в том, да, сможем ли мы реализовать вот эту программу по снижению веса, чтобы наш пациент вошел или в этот разряд, или в этот разряд. Поэтому, говоря о том, насколько реальна модификация образа жизни, она реальна при выполнении некоторых условий, которые мы выполнить в большинстве наших учреждений, к сожалению, не можем, да. Поэтому, когда к тебе приходят пациенты, спрашивают, могу ли я похудеть, можете ли вы мне объяснить? Наверное, да, но я понимаю, что это утопично, как правило, да, если мы говорим еще и про то, что это у Михаила надо бросить курить, ему нужно лучше спать. Вообще рекомендации по сну, они входят в рекомендации диабета, да, нормальный восьмичасовой сон. Кто его может себе, да, позволить? И как посмотрит на нас пациент, если мы ему такие рекомендации дадим? Хорошо. Мы с вами обсудили массу тела. К сожалению, очень пессимистично, но так получается в реальной клинической практике. Давайте посмотрим на сахароснижающую терапию. Может быть, здесь мы можем больше предложить нашего пациента. У него сахарный диабет, несмотря на то, что он возмущенный, тем несмотря на то, что он его никак не чувствует, и для него этот диагноз свалился, да, как гром среди ясного неба. Но надо ли его лечить, да, будем ли мы лечить все вот эти вот показатели, которые мы видим, да, правильнее, конечно, сказать нашему пациенту, для того, чтобы достигнуть целевых цифр. А для него целевые цифры, они идеальные. Он совсем молодой, да, и у него нету каких-то других, скажем, сопутствующих заболеваний, которые бы нам позволили эту цифру завысить, да. Давайте вспомним про патогенез сахарного диабета, да. Посмотрите, пожалуйста. Вот мы с вами на протяжении долгих лет и пациентам так объясняем всегда, что, собственно, сахарный диабет второго типа, это ваш вес, это инсулинорезистентность, да, это, соответственно, ожирение. С этим и пришел ко мне пациент, что ему объяснили, что вся эта проблема, она взялась из-за веса. Но помимо инсулинорезистентности, гипофункция бетоклеток – это то патогенетическое звено, второе параллельное инсулинорезистентности, о котором мы знаем на сегодняшний день. Оно происходит параллельно, да, снижению чувствительности к инсулину. И вот на самом деле эта гипофункция бетоклеток, она запускается уже на этапе предиабета. Тогда, когда мы пациента еще не видим, как правило, потому что он придет к нам вот здесь, уже с этим диабетом погуляв несколько лет и не зная о том, что у него, да, такой диагноз стоит. Почему для нас это важно? А для нас это важно потому, что мы должны понимать, что практически каждый пациент, у которого только установлен диагноз диабета, это тот, у кого не только есть уже инсулинорезистентность, это тот пациент, у которого есть уже и гипофункция бетоклеток. И когда мы с вами выбираем вариант лечения, мы должны этот момент учитывать и плохую чувствительность к инсулину, и снижение функции бетоклеток. И если мы с вами говорим о том, что метформин – это первая линия терапии, метформин не осуществит нам эффективный постпрандиальный контроль, как это сделают другие препараты. А он нужен практически с самого начала. И вот коллеги до нас, кардиологи говорили о том, что комбинированная терапия – это вот сейчас основной тренд, если мы говорим про антигипертензивную терапию, а с сахарным диабетом все то же самое. То есть большинству пациентов нужна комбинированная терапия с самого начала, потому что вот это второе ботогенетическое звено, оно тоже запускается практически с самого начала. И если мы с вами говорим об эффективности разных препаратов на разных стадиях сахарного диабета, посмотрите, метформин, ингибиторы натриевлюкозного готранспортера, которые действуют периферическим путем, инсулин, они будут эффективно абсолютно работать и одинаково на всех стадиях заболевания. Но если мы с вами говорим об инкретинах, которые опосредованно действуют через инсулин, если мы с вами говорим о сульфанилмочевине, которая напрямую действует через инсулин, то эти группы препаратов будут работать до той поры, пока у нас функция бета-клеток хоть сколько-то сохранена. Да, при втором типе диабета мы никогда не увидим абсолютного дефицита инсулина, это всегда относительный дефицит инсулина. Но на самом деле этот относительный дефицит инсулина это прогрессирующее падение, да, выработки инсулина. И поэтому на каком-то этапе у нас не будут работать определенные препараты так эффективно, как нам бы хотелось. Понимаете, да? И, соответственно, это будет относиться и к конкретинному к сулфанилмочевине. Вернемся к нашему пациенту. А то, что метформин, у него первая линия терапии, мы его обязаны назначить, я думаю, здесь как бы все единогласны. Это очевидно, да? Вопрос в том, а ему надо ли что-нибудь еще? А вот недаром мы с вами посвятили там первую часть лекции модификацию образа жизни, которая, скорее всего, лопнет как мыльный пузырь с того момента, как он выйдет из нашего кабинета. Он, может быть, что-то попытается сделать своим питанием, но он как ел, так он и будет есть. Иначе мы бы с вами видели пациентов с сахарным диабетом второго типа с любым стажем заболевания худеньких, но они ходят с избыточным весом на протяжении всего периода своей болезни. И это значит, что данному пациенту нужен эффективный постпродиальный контроль с самого начала. И вот здесь мы можем ему предложить разные варианты. У нас есть препараты сульфаниломочевины, да, самые дешевые и самый распространенный выбор как бы во всей стране, да, если говорить о том, что едят наши пациенты, да, в плане сахароснижающей терапии. Мы знаем о том, что они вызывают гипогликемию, мы знаем о том, что они приводят к набору массы тела. Вот сейчас очень много говорится о том, что препараты сульфаниломочевины надо просто, да, там, сжечь на священном костре, потому что они со всех позиций плохи. Смотря для кого. Вот если говорить про такого молодого пациента, его таблетка манинила не убьет, потому что у него еще не было ни одного инфаркта, потому что, да, его сосуды находятся, ну, скажем так, под прицелом разных факторов, увеличивающих сердечно-сосудистый риск, но это не тот человек, у которого очередная гипогликемия вызовет инфаркт. Но мы понимаем, что назначим такой препарат, мы получим дополнительную прибавку массы тела, пусть это не будет 10 килограмм, это будет 3 килограмма 4, но они нужны ему, вот в чем вопрос. Да, допустим, у него случится гипогликемия, которая будет лишь, ну, незначительным событием в его жизни, да, потому что это неприятно, ничего в этом страшного нету. И, ну, вот, скажем так, да, интеллектуальный статус вот этого пациента, да, с учетом того, как складывалась наша беседа с самого начала, вот она ставит большой знак вопроса, а не испугается ли он этого, да, где-нибудь там стоя, да, у себя на посту, если случится вот такая гипогликемия, он может растеряться и не знать, что делать, и на первую консультацию он и так пришел напуганный, да, он может не усвоить информацию, как ее оккупировать. В любом случае, вот эти негативные явления, которые возникают на препаратах сольфаниломочевины, они не будут смертельны для кого-то, но если есть другой выбор, наверное, ему нужно предлагать, да, и другим выбором, если мы говорим про постпродиальный контроль эффективный, будут ингибиторы ДПП-4. Вообще это та группа, которая переносится идеально, и практически нету врача, который бы увидел на ингибиторах ДПП-4 хоть один побочный эффект. У нас единственная, да, проблема с ними, что на каком-то этапе мы не видим их эффективности, но мы не видим их эффективности, я уже объяснила почему, потому что мы их назначаем тогда, когда от них эффективности ждать уже не стоит, потому что, да, собственно, пациент либо слишком долго болеет, либо его течение болезни таково, что у него уже не будут работать эти препараты, их ниша сдвигается ближе к началу заболеваний, и вот здесь мы получим от них все позитивные моменты. Это будет и нейтральность в отношении массы тела, и хорошая переносимость, и отсутствие гипогликемии, да, и, собственно, все эти эффекты – это то, что нам нужно. Плюс мы можем замкнуть в одной таблетке, да, увеличив приверженность к лечению этот препарат с метформином. Вы знаете, что здесь есть у нас достаточно большой выбор, да, в других, скажем так, молекулах комбинация с метформином фиксированная, она присутствует, мы можем здесь выбрать все, что хотим. Аналоги гипогона подобного пептида, ведь этот пациент с ожирением, это, в принципе, кажется идеальным выбором для него вот с того момента, как он зашел в кабинет. Но нежелательное явление, и был бы с ними, и был бы даже с тем, что это инъекционная терапия, можно попробовать с ним как-то поговорить, хотя для некоторых пациентов это будет камнем преткновения. Но стоимость, она, к сожалению, приводит к тому, что даже в развитых, да, странах, все равно не более 5% больных получают вот эти аналоги глюкогона подобного пептида просто потому, что, да, как бы препараты достаточно дорогостоящие. Мы можем назначить пациенту, да, ингибиторы натрия глюкозного код транспортера, но дадут ли они нам эффективный постпродиальный контроль? Вот в чем вопрос. И как будет переносить их пациент? В любом случае, да, сейчас у нас юристы учат тому, что мы пациенту должны предоставлять выбор, но и надо спросить у Михаила, а что выберет он, если мы ему объясним, какой препарат как переносится, и какой он ему, да, сможет дать, скажем так, эффект в отношении не только сахара, но и переносимости, и комфорта жизни, да, и отсутствия нежелательных явлений. И соответственно, если говорить о том, что мы приведем в норму вот этот сахар, что мы получим, да, мы с вами в общем-то раскромили так вот модификацию образа жизни, мы назначили пациенту сахароснижающую терапию эффективную, а что мы получим? А исследование, которое было проведено несколько десятилетий назад, нам говорит, доктора, вы вот те самые дивиденды от хорошего сахара получите спустя лет 10, а может быть 20, не сегодня, не сейчас, да, то есть мы, приводя в норму сахар и вот так вот агрессивно, комбинированно, да, леча пациента с самого начала в отношении сахароснижающей терапии, от сахара получим позитив только спустя десятилетия. А что нам даст эффект быстрее? Нормализация давления, нормализация показателей липидного спектра, это то, что сегодня по всем рекомендациям по лечению сахарного диабета является фактором лечения сахарного диабета, несмотря на то, что на первый взгляд не входит в компетенцию эндокринолога. А к чему приходит вот такой вот многофакторный контроль? Если я пациенту не только сахар снижаю, а еще и липиды, артериальное давление, и посмотрите, еще раз хочу вам показать, что вклад в сахар это не самый ключевой, не потому что, да, эндокринологи бесполезны, да, и сахар снижать бесполезно, а потому что на самом деле сахар дает нам, еще раз, да, повторю, нормальные показатели гликемии, они аукнутся потом, через какое-то количество, да, лета, это 10-15-20 лет. А вот что нам дает этот многофакторный контроль? Посмотрите, перед вами результаты исследования, которые были проведены начиная с 90-го года, тогда, когда стали у нас появляться нормальные антигипертензивные препараты, понимание, как их назначать, гиполепидемическая терапия, да, вы посмотрите, как снизилось количество осложнений, тех, от которых пациенты умирали, да, речь идет о макроангиопатии. И, собственно, тогда возникает вопрос, а нужна ли этому пациенту антигипертензивная терапия? В рекомендациях написано, что да, если это диабет, мы лечим все, и сахар, и давление, и липиды, но он говорит нам о том, что у меня всего лишь несколько раз давление повышалось до 160, а может быть это вес, а может быть мы опять, да, возвращаемся к тому, что можно каким-то образом, да, без антигипертензивной терапии здесь сработать. Вопрос еще в том, к чему мы стремимся, к каким показателям, цельным давлением, да, вот обсуждали до перерыва, да, что кардиологи сейчас активно говорят о цифрах более низких, 130, 80 и так далее. Но ведь это все те исследования, которые были проведены без участия людей с сахарным диабетом, и на самом деле исследования, да, в которых проводилась оценка более низких показателей у людей с диабетом, не показала на того, что это будет лучше для человека, у которого есть сахарный диабет, да, и вот здесь Михаил Юрьевич, ваши комментарии в отношении антигипертензивной терапии, да, как нам быть? Ну, на самом деле, конечно, если говорить о модификации образа жизни, да, и снижение массы тел, то нет сомнений, что снижение массы тел снижает и уровень материального давления тоже. Весь вопрос, что это достаточно трудно достижимая, да, задача, если бы по чаянии придумали таблетку, которая снижает массу тел безопасно, а еще лучше заменяет походы в спортзал, я бы сам охотно ее принимал, вот, я думаю, как и многие, так сказать, нужны такие фаблетки нет. Поэтому, собственно говоря, мы вынуждены снижать давление с помощью медикаментозной терапии, и у данного пациента, в общем-то, диагноз артериальной гипертензии, гипертонической болезни, как хотите, вполне может быть установлен, да, но у него на нескольких независимых измерениях, можно лучше порекомендовать померить давление дома самому, я думаю, что он получит, в общем-то, примерно те же самые результаты. Да, была диагнозицируемая артериальная гипертензия. Ну, и, в общем, до определенного момента, до 2017 года, целевые значения, к которым мы должны стремиться, были иными, да, но тут, значит, грянул гром, американская ассоциация по, сердечная ассоциация, публиковала свои рекомендации, где сказал, что гипертония теперь уже, это больше 130, и, значит, все стали перед такой совершенно непонятной проблемой, да, что же для всех, что лечить, да, как говорили, а таких имеем легион. Ну, на предыдущем заседании, как раз этому делу посвященном, подсвучала весьма разумная мысль, да, что, смотрите, что вот давление, да, от реальной питания, так сказать, 130-139, если расчетный десятилетний риск больше 60%, а у него явно больше, да, то тогда мы должны обратиться к медикаментозной терапии, потому что немедикаментозные методы нам не позволят этого достичь, но это не значит, что это должно быть, да, так сказать, некая постоянная мотивация, да, по поводу физических нагрузок и так далее, она должна быть, но, к сожалению, да, вот, та вот эта волшебная команда, так сказать, мудистер-сциплинарная бригада, ну, кто ее видел, как говорится. И вот, смотрите, такая таблица, только двум оставили 140 на 90, это тем, у кого малый сердечно-сосудистый риск и те, у кого вторичная профилактика инсульта. Всем остальным постановили пороговое 130 на 80 и целевое это, это оно же. А мысль, здорово, как разлучала такая, да, вот для тех, кто моют машину, да, у нас ограничение скорости, оно как 60, но штрафудия, если ты превышаешь на 20 километров и больше, то есть, в общем, можно ехать где-то до 80. И вот если ввести более жесткие цифры контроля, да, то, так сказать, если раньше стремились к 140 на 90 и было там, так сказать, далеко не все достигали, то теперь будут стараться в большей степени, будет больше, значит, людей хотя бы со 140 на 90, да, между тем при таких вот подходах. На самом деле, конечно, снижение уровня артериального давления, да, даже на небольшом среднем показателем приводит довольно значимые результаты, довольно большим, так сказать, большую прибыль, да, с точки зрения снижения сердечно-сосудистого риска. Вы видите, что практически все сердечно-сосудистые осложнения, да, вот если осуществлять контроль давления, начиная от смертности, как самого, да, сердечно-сосудистые заболевания. Это и шимическая болезнь сердца, да, это и альбоминурия, и почечная недостаточность, все это, так сказать, на фоне снижения артериального давления, все это глушает, как говорится. И то, что давление абсолютно не зло, это как бы, ну, что называется, не называется сомнение. С другой стороны, да, ведь нам всем с вами очевидно, что если снизить давление до 80 на 40, ну, так сказать, это тоже, наверное, не очень хорошо. И вот это все время проявляется баланс, да, доколе, как говорится, вот это снижает, там ниже нижнего, да, до максимально переносимого, да, то есть многие есть на эту тему, что называется вопрос. На самом деле тут еще такой очень важный момент. Очень сильно влияет исходный уровень артериального давления. То есть, проще говоря, тех, кто не болеет, тех лечить не надо, да. У кого исходный уровень был меньше 140, они никакого прибытка, снижение смертности не получили. А у кого было больше 150, у них и смертность, и сердечно-сосудистая смертность, и инфаркты миокарда и так далее. С точки зрения инфарктов, да, получают прибытие даже те, у кого 140, 150, а ну, те, у кого оно исходно меньше 140, да, они, к сожалению, не получат вот этой вот самой прибыли и стартовать, да, с медикаментозного решения. Даже вот по этим рекомендациям, ну, я бы лучше не стал. Достигнутые уровня артериального давления. То, что же очень важный момент, да. Обратите внимание, что здесь уж великой разницы на это не было. Больней с диабетом вообще в этих исследованиях участвовали мало. И говорить о том, что у них вот надо, как бы говоря, максимально жестко добиваться, там, 110 на 70. Не знаю, данных, так сказать, никаких нет. На самом деле, наверное, подход к данному пациенту должен быть таков. Он показан, так сказать, антигипертензивная терапия, снижение уровня артериального давления, целью которой будет 130 на 80 вместе с ними некоментозными способами воздействия. То есть сейчас у взрослых пациентов с сахарным диабетом, да, она должна быть вот так, да. Причем систолическое давление, оно более доказано, чем диастолическое, потому что диастолическое, то, по мнению экспертов, да. Какой препарат выбрать? Тут у нас же тоже, как бы говоря, целая куча, так сказать, лекарств. Ну, одно время было много нападать на бетблокаторы, да, так сказать, они как такие мальчики для битья были. Ну, наверное, использовать бетблокаторы в качестве стартового средства гипотензивной терапии, ну, не стоит, да. С другой стороны, в кардиологии есть масса состояний, когда без бетблокаторов не обойтись, это ИБС, и сердечного достаточно, так или иначе их, в общем-то, применяют. А если уж они по пупку смущают артериальные давления, то почему мы их и не назначим? Значит, в принципе, конечно, пациент с диабетом очень важным аспектом является блокады аминно-ангиотензиновой системы, и она, любой препарат из этой группы, да, так сказать, он, в общем-то, для таких больных показан. Хорошая идея скомбинировать блокады рецепторов ангиотензина интенсивный ингибитор АПФ, чтобы заблокировать там все подряд, она как-то к успеху не провела, да, как ни странно, да, ничего, так сказать, дополнительного мы не получили, а наоборот получили всякие негативные эффекты. Препарат, который обладает отрицательным метаболическим воздействием, да, это прежде всего бетблокаторы и гиуретики. Но на самом деле, как выяснилось, стойкая нормализация артериального давления важнее, чем вот эти метаболические эффекты. И в больших исследованиях, например, что Волхат, да, он показан, что препарат, который эффективно снижает давление, если добавляет в диуретик, это важнее, чем вот те метаболические эффекты, которые он может давать. Если мы возьмем, да, вот этот риск развития сахарного диабета, то да, в группе хромового октолидона он был выше, да, нежно, чем в резиноприлы, там, улодипилы. Но тем не менее, если мы смотрим, да, на инсульты, на осложнение ИБС, осложнение с резиноприловым и амодипилом, мы видим, что флорторидотфеном и крови, да, вот несмотря на все свои отрицательные метаболические эффекты. То есть, так нередко бывает на самом деле, да, потому что те незначительные эффекты, которые он дает отрицательные, сильно превышают то положительное, что, так сказать, мы получаем в результате добавления геуретика в комбинированной терапии, которая может усиливать действие практически любого наземного препарата. Ну, обычно-то что делать, да, так сказать? Ну, в 38 лет он, конечно, не успел этого сделать, да, люди со стажем, они обучи как-то, да я все пробую, но очень ничего не помогаю. И когда ты начинаешь им забираться, выясняешь, ну, принимал пол таблеточки на лабрила два раза в день, да, или там пол таблеточки перендобрил один раз в день, да, два с половиной миллиграмма какого-нибудь там филдепина, опять же, один раз в день, причем не вместе, а последовательно, да. Ну, и, в общем-то говоря, естественно, создается впечатление, что ни один из классов гипотензивных препаратов помогает. Между тем, в реальной жизни, как мы с вами все знаем, да, резистентная гипертония встречается в крайней речи. И, в общем, я как кардиорианиматолог могу сказать, что это поднять давление сложно, а понизить, в общем, редко такие люди встречаются, которые упорны в свои заблуждения, там есть свои подводные камни, которые надо продеревать. Большинство же пациентов легко достигают нужных нам цифр артериального давления просто за счет комбинации препаратов в правильной дозировке и дисциплинированного приема, да. Всегда, если мы с вами не видим ответ, да, всегда прежде всего нужно думать о том, что цены наши лекарства не принимают, или принимать это не так, да. Реже это, так сказать, прием еще каких-либо препаратов, так сказать, которые могут сдвигать вот это дело, так сказать, да, и нивелировать действие гипотензивных средств. Чаще всего такие препараты – это нестероидные протисполитные, да, они у нас вообще по телевизору рекламироваются, считаются чуть ли не витамины. Значит, соответственно, рациональная комбинация – это, да, все навязчивые схемы, как вертувианский человек, да, Леонард, да, Винч, вы видите, что бета-блокаторы они там где-то в стране, ни с кем их не комбинируют, а так в основном это антагонисты кальция, диуретики, блокады рецепторов англютензина и ингибитора. Вот все классно, можете их комбинировать, соответственно, практически в любом виде. Какой сильнее, какой слабее, да, на сегодняшний день, наверное, самый такой, как бы говоря, если говорить, потенциально сильный ингибитор, блокады рецепторов англютензина – тазилсартан. Видите, он, в общем-то, в большей степени снижает давление, нежели чем он, и сартан, и волсартан. Надо сказать, что препарат выпускается еще и в комбинированном виде с форторидон. У нас, как ни странно, форторидон нет. Да, он гипотезик есть, а форторидон нет. Да, хотя препарат там сто лет в обед, так сказать, но в рамках комбинированной терапии он, так сказать, появляется, да, и он, собственно, с адглютсартаном не... Ну, пожалуй, сегодняшний день один из самых сильных таких вот комбинированных препаратов в том, что зависит от снижения артериального давления. Вот, то есть это вот эта сторона медали. Вторая сторона, да, как бы это, снизить ему уровень холестерина. Опять же, я вам скажу, холестерина, диета такая, пока варя. На самом деле, взять много глубокого убеждения, большинство диет – это что-то, ну, вроде секты. Да, последователи вот той или иной диеты, они, так сказать, считают, что, так сказать, нет, там, ничего лучше, вербуются в свои ряды сторонников. И сейчас такой диет является кетогенной. Я вот хотел спросить, может он порекомендовать кетогенную диету? Он, во-первых, нормализует холестерин, давление, похудеет, и вообще, так сказать, встает на путь исправления. Ну, вот, кстати, хорошо, что вы спросили в отношении кетогенной диеты. Кетогенные диеты, они показывают эффект по снижению массы тела лучше, чем все остальные, в первые полгода. Первые полгода. А если брать отдаленную перспективу, то дальше выравниваются эффекты от любой диеты. Не говоря уже о том, что у них есть обратная сторона медали в плане холестерина и всего прочего. И здесь уже начинается такая война миров между последователями и противниками. Ну, как же, у нас, как выяснилось, несколько лет назад яйца реабилитировали, американское. А сейчас у нас. Поэтому вот я даже не знаю, как вот тут подойти, что Михаил присоветовать, может, в снижении. Но вот, кстати, самое интересное, что в Средиземноморской диете там же участвовали орехи, оливковое масло. И они именно показали свой какой-то вот такой вот эффект в отношении снижения сердечно-сосудистого риска. Но потом с омега-3 жирными кислотами не удалось это воспроизвести. Поэтому те люди, которые вот увлекаются капсулами, БАДами, на самом деле эффекта-то особого там нет. Поэтому лучше вот орехи поглощать, соответственно, масло оливковое масло, насколько это можно донести до Михаила. Ну, вот смотрите, кроме шуток, да, нужна ли ему гиполипидемическая терапия при таких показателях липидного спектра, да, и вопрос в том, к чему мы стремимся. Вот какой бы целевой вы выбрали ЛПНП у него? Ну, вот поднять ваш настрой с самого начала вас так завела в отношении агрессии, агрессивного, да, подхода. Но на самом деле инфарктов-то у него не было, инсультов не было пока еще, слава Богу. Я думаю, что два с половиной, да, Михаил Юрьевич, будет достаточно нам хоть бы два с половиной достигнуть у него, да. Да, ну, в отношении триглицеридов, холестерина здесь, в общем-то, пока нету никаких, да, расхождений между кардиологами и эндокринологами. Для него это как раз будет целевыми параметрами. А вот вопрос какой? Вот если мы все-таки затеваемся с гиполепидемической терапией, мы попробуем, ну, как бы ненадолго, а того, гляди, потом он как-то и сам начнет правильно питаться, да, и через три месяца отменим. Он слишком молодой, ему уже нету сорока лет, и мы не дадим ему гиполепидемическую терапию, подождем, пока он дойдет до своего возраста, да, такого ключевого, рекомендательного. Однозначно нужна, но лучше начинать с самых маленьких доз, и нужна в высокоэффективных дозах с самого начала, что бы Вы выбрали? Первое, дать пока только на три месяца, да, все согласны. Михаил Юрьевич, как Вы это прокомментируете? Не, ну, как бы, а потом с ним что будет? Да ладно. С чего вы? От статинов, что ли? Нет, ну, формина худею, кстати. Ну, на самом деле, да, по-форме, когда-нибудь два подхода, да, на следующий день есть, да, либо дать сначала, ну, как бы, среднюю дозу и увеличивать ее, да, до достижения, либо дать ему сразу, там, какую-нибудь, там, максимальную дозу статина и уже, смотри, потому что, типа, считается, что у них есть еще кое-какие там всякие полезные эффекты, реализуемые, не только за счет, собственно говоря, собственной дислепидемии. Или гиперэпидемического действия, но и за счет всяких палеотропных эффектов. Кстати, статин повышает риск развития сахарного диабета, да, а мы как с этим будем, так сказать, что делать? А у него уже есть диабет, нам не страшно, да, и кому суждено быть повешено, тот уже не утоит. Поэтому это мы, как бы, говоря, принимать в расчет не будем, хотя надо понимать, что они таковым действием обладают. Значит ли это, что их не надо назначать? Ни в коем разе не значит. Все равно они снижают смертность, инфаркты, инсульт и так далее. Пожалуй, нет препаратов, которые бы так серьезно изменили пейзаж, да, кардиологический, которые бы так повлияли в долгосрочной перспективе на выживаемость пациентов. Уж что-то про них не говорили. И то они делают, и это они делают. Но все, так сказать, как бы говоря, на ситуации оказались несостоятельны, смертность снижают все равно, да. А это самое главное, что мы с вами хотим. У него довольно высокий уровень триглицеридов, да, а не дать ли ему фибраты? Но когда мы говорим фибраты, это наукали. У нас с вами только один брат фибрат, да, он же фенофибрат. Да и того поди, поед найди, да. Ну, на самом деле, как бы говоря, начать терапию фибратов можно было бы, если у гиперглицеридов больше 500, да, миллиграмм на децилитр. Дело в том, что при таком раскладе у него крайне высокий риск пакреатита, о чем церковь очень часто забывают. Люди с рецидивирующим пакреатитами вот такие поступают, а их там пытают дать ему алкоголь, ищут там камни, еще что-то, а все дело в гиперглицериде менее. Ну, то есть, если очень большой уровень, то, да, фибрат вполне себе расход способен, почему он, алкоголь 1, начну сказать. Всем остальным, вот, да, независимо от уровня липпротеидов низкой плотности, если был бы инфаркт. В его ситуации, да, он младше 40 лет, липпротеиды низкой плотности у него выше 2,6, поэтому мы можем, в зависимости от этого уровня, назначить его терапию стативной. Ну, как бы говоря, цели у нас вот эти вот 2,6, да, ну, или хотя бы, так сказать, на 30-40, а то, что это 50% от исхода, уже хороший результат. Вот, поэтому в данной ситуации, ну, конечно, терапия стативной показана, ну, тут можно с вами, так сказать, дискутировать, какой стативный именно ему дать. Ну, наверное, как бы выбор будет, мне так кажется, современных условий, между аторвой и розовой статиной, да. Ну, он получит, так сказать, да, в принципе, наверное, если следует первым дуру, либо 20 аторва, да, либо 10 розового. Хотя, в принципе, я не видел бы великой ошибки, если доза была бы в 2 раза больше. Ну, в общем, довольно, он, во-первых, довольно большой, он сдвинут, так сказать, спектр дислипидемии у него, да, что, поэтому, в общем, вряд ли мы 20-кой, там, что-то такого же, прям, сильно не шумали. Да, у нас, да, у нас много вопрос, иногда, да, у терапевтов и эндокринологов, что мы бы, вроде как, и готовы дать статины, но, например, печеночные трансаминазы нас могут останавливать, да, или боли в мышцах, ну, сахарный диабет, с ним, вроде как, уже разобрались, да, вот в этой ситуации, что нам делать. И, коллеги, смотрите, на самом деле пациенты с сахарным диабетом 2 типа без абдоминального ожирения, без жирового гепатоза и без повышения печеночных трансаминазов, ну, хоть какого-то, мы встречаем редко, да. И здесь речь идет не только о том, какие они, будут ли они расти в динамике, и посмотрите, вот если брать рекомендации, если только уровень ферментов выше в 3 раза, мы можем отменить на время, но потом вернуться снова, потому что сердечно-сосудистый риск и снижение его на фоне статины оправдывает все. Ну, а контроль ГФК вообще не надо проводить в рутине. И когда пациент жалуется на боли в ногах, вспомните о том, что у каждого второго с диабетом есть, да, периферическая больная аэропатия, это никак не те миологии, которые, да, будут связаны с приемом статинов. Сначала разберитесь, что это, да, а потом уже проверяйте, посмотрите, только 5 норм должны нас хоть как-то обеспокоить. Да, поэтому, когда возникает вопрос, да, если мы назначили терапию как долго, всегда, пока не поменяются рекомендации, да, если что-то в нашей жизни перевернется на ногу, тогда, наверное, но курсовые приемы, приемы с отдыхом, да, с перерывом, это, конечно, не то, что касается статинов, потому что мы же и снизить сердечно-сосудистый риск тоже хотим, как бы глобально в отдаленной перспективе, да, а не то снижать, то снова приостанавливать. Ну и вопрос заключительный, да, нужна ли ему антиагрегантная терапия, потому что мы долгое время автоматически всем пациентам с диабетом второго типа назначали, да, ацетилсалициловую кислоту? Ну, на самом деле, с насчет статинов, я сейчас скажу, я обычно там людей спрашиваю, ну, слушайте, а вот, ну, когда вот вы со стиральной машинами же добавляете туда порошок стиральный, она вот уже хорошо стирает, она и может не добавлять, и раз, сделают, это месяц перевернуть, просто так она будет крутить, но она, почему-то, перестает стирать. Вот с остатиной, например, такая же ситуация, пока ты их пьешь, они блокируют гамметил, глутарил, другого редуктата, перестанешь, опять начнет хелестерин вырабатывать. Ну, аспирин, это же, конечно, витамин для сердца, да, сигарька, че, зачем аспирин пьют? Ну, как, у меня медсестра кровь брала, сказала, что очень густая, да, есть еще второй вариант, я тут около грамму сдал за какие-то непонятные, значит, вещами, и у меня очень высокий протрамбин, и опять, значит, аспирин. И телевизор опять же говорит, что, товарищи, пейте аспирин, будете здоровы, еще сущее безобразие, на мой личный взгляд. На самом деле, в первичной профилактике, да, как выяснилось, у больных с диабетом уж каких-то великих припытков аспирин не дает, да, и, то есть, выигрыш минимален, а риск кровотечения возрастает почти в полтора раза, да, ну и вопрос, зачем так надо? То есть, говорить о том, что все подряд больные с аспирином, диабетом должны положить аспирин, и сегодняшний день, конечно, не старит. И рассматривать его значение нужно только у тех пациентов, которые старше 50 лет, имели уж очень какие-то, так сказать, великие риски развития сердечно-сосудистых катастроф, ну, там, давление, децепидемида, плюс к этому должен иметь низкий риск кровотечения, да, то есть, исходно не имеет язвы, да, и не только язвы, кстати сказать. То есть, позиция изменилась, да, вторичная профилактика, да, вопросов нет, а вот с первичной, тут, конечно, больше вопросов, чем ответов, и в данной ситуации, и, конечно, такое аспирин я бы не отдавал. Ну, и, собственно, да, что же определяет риск, точнее, даже не риск, а прогноз, да, у этого пациента, то есть, я хочу напомнить, да, с чем он пришел. Он пришел с тем, чтобы похудеть, и у него все прошло. Но, коль скоро мы понимаем, что лечить диабет фармакотерапией эффективно мы можем, дислепидемию можем, и артериальную гипертензию тоже можем, а вот с этим большой знак вопроса, то тогда наша агрессивная фармакологическая тактика оправдана. И не потому, да, что думают пациенты, мы дружим с фармакомпаниями и так далее, мы просто понимаем всю иллюзорность, да, вот этих немедикаментозных, скажем так, мероприятий у большинства больных, у большинства больных, да, в реальной клинической практике, поэтому, собственно, да, фармакотерапия здесь будет оправдана. И мы переходим ко второму случаю. Да, такое более... Да, конечно. Слушайте, а пикнов можно, да, где можно? Можно. Можно. Ну, конечно, чуть-чуть. Пациентка, 64 года, поступила к нам в больницу с жалобой на, так сказать, ишемические боли, и в течение дня у нее два интенсивных ангенозных приступа, и вызвала бригадскую помощь, и приехала в больницу. Значит, такая заслуженная, так сказать, как можно сказать, заслуженная клееротика Советского Союза, да. Нефрактомия по поводу спорочной почки в 1998 году, дальше 8 лет с сахарным диабетом второго типа, больше 10 лет артериальной гипертензии, и дальше вот у нее еще логический ангеноз, инфаркт без КУ в 2010-м, тогда же сделали аорт-коронарное шунтирование, шунты к передней, к ветвью тупого края, к правой, и маморно-коронарное, так сказать, шунт на работающем сердце. Дальше была еще каратидная артериэктомия, и возобновление стенокардии год назад стали беспокоить боли за грудиной при умерении физической нагрузки, и накануне госпитализации стали беспокоить при минимальной нагрузке и в покое. Вот ее ЭКГ 2014 года, а вот она при поступлении. Ну, уж сказать, что какие-то великие изменения мы на ней видим, да, но весь сильный продираться, есть депрессия вот здесь. Ну, любимое гадание, да, кардиолога, какой сосуд у пациентки поражен. Учитывая ее богатый анамыз, выяснить, какой сосуд поражен, в общем, представляется возможным по электрокарлиограмме. У нее повышенный уровень тропонина, но не сильно, да, при 30 нанограмм на литр, да, у нее там, так сказать, выше границы, но не настолько. У нее умеренно повышенный креотинин, диабет ее, конечно, так сказать, совершенно декомпенсированный, довольно высокий уровень холестерина, да, и довольно высокий уровень ЛПМК для нее. На их кардиографии, да, вот такая у нее ситуация. Обратите внимание, что, несмотря на несколько перенесенных инфарктов, у нее нет тяжелых зон нарушений сократимости, да, если у нее есть диастолическая дисфункция сердца, да, и вот, собственно говоря, не более того. Вот и коронарограмма, да, классическая коронарограмма больного сахарного диабета, да, как ниточки ее сосуды, да, видно, что уже есть перетоки излево-вправо, да, то есть, так сказать, скорее всего, правая артерия, не очень там, кстати, работает. Определить инфаркт-связную артерию не представляется возможным, да. Ну, что посуды. Это в попытках, я так понимаю, аммарный шут. Ну, вроде бы, работают, да. Но, в самом деле, это специалист тяжелевым сосудистым поражением коронарных артерий, и, несмотря на то, что в нашей больнице весьма агрессивный, так сказать, подход, да, с точки зрения стентирования, здесь стентировать нечем, да. То есть, у нее инфаркт миокарда без подъема, не уточненная локализация, вот так вот выглядит ее диагноз. И дальше, собственно, выбор лечебной тактики. Ну, повторы, а вот, коронарный шунтирует. Ну, у нас и на первичной это не очень заценишь, да, так сказать, потому что повторить совсем нелегко. Хотя, вот, у нас сейчас появились такие люди в одной из городских больниц, они прямо у нас забирают инфаркты без подъема, и после того, как они у нас забрали пациента 52-х лет с ВИЧ-инфекцией и гепатитом, мы поняли, что жизнь как-то поменялась. Да, и, оказывается, можно делать АКШ без предварительно сделанной гастроскопии. И консультация стоматолога им тоже не потребовалась. Значит, ну, то есть, у него плохое состояние стального русла, да, довольно тяжелое, но диабет, хроническое болезнь больше. Ангелопластика статирована невозможен технически, да, то есть, как бы говоря, никак. Остается нам только вот консервативная терапия в данной ситуации. И, собственно говоря, европейские рекомендации на диабет и без диабета, но настоятельно советуют больным с инфарктами Акарда двойную терапию. Аспирин, да, и, так сказать, какой-то ингибитор П2-Y12-РЦ. Учитывая то, что она женщина заслуженная, в ее ситуации можно думать, так сказать, о более агрессивном подходе. Ну, у нас, кроме, так сказать, тихо-грелот, ничего нет, и клопидогрел еще не имеет. И рекомендации эти же говорят, что он лучше. Да, ну, понятно, как бы, почему. Потому что, собственно говоря, он был, независим от стратегии лечения, так сказать, имел меньше сердечно-сосудистых событий. Вот такой пациент, у которого у нас руки связаны, мы ничего особо улучшить ей в сосудах не можем, конечно, надо быть более, соответственно, агрессивным, потому что препарат лучше, чем клопидогрел. Вторым аргументом в этой пользе является то, что клопидогрел у нас сейчас сильно генерические, и есть какие-то уж совсем ирбинского мутоциклетного завода производства. Ну, то есть уж какие-то... Я иногда смотрю, я даже географических названий не знаю, как я их сделал, не то что там производители, вот совсем уж какие-то они. Ну, вот ей так и вручили. Дали ей 100 мг аспирина, да, нагрузочную дозу сначала дали, еще сколько помнишь, дали ей тикогрелор, значит, нагрузочную, и прописали ей на 5 дней фунгаполинокс, да, готовую статью ей дали 80 мг. Почему 80? Ну, что с коронарным синдромом есть идея стабилизировать и дать ей эту самую атеросклеротическую глиашку, да, дать ей сразу увесистую дозу, так сказать, того самого атеросстатина, именно за это тоже. Кроме того, мы даже не знаем, немного сосудистые поражения, и мы хотим прям максимально. Она получила 10 мг с фролова, она получила, что перенесла, хорошо. 80 мг с ассандида, да, и налаприлом будет. Ну, то есть, в общем, от души, что называется, плечи. Второй вопрос, да, ну тут, как бы говоря, а сахар-то, что, как, снижать же надо, да, у нее глюкоз-то вот какая, и гликированный гемоглобин, и вообще вопрос, так сказать, у нее все беды от диабета, на самом деле, все это то, что она сейчас вот это переносит, вот это вот, как смотришь на эту коронарограмму, вот диабет, да, вот что с сахаром-то делали? Сейчас будем разбираться с сахаром, да, но на самом деле здесь диабет уже более продвинутый, чем в первом случае, да, и мы видим это и по гликированному гемоглобину, но глюкоза. Да, вот, конечно, на самом деле мы старые, всего 64 года, да, по нашим меркам. Наш больница, каждый старый больной, с 65, да, ну, кто-то младше 70, это хорошо, но те показатели, которые мы не увидим, да, они, к сожалению, с такой понятием биологического возраста, ну, вот, видимо, с этой женщиной, да, все как бы грустно. Но смотрите, к чему мы стремимся? У нее есть проблемы сердечно-сосудистого плана, и поэтому, конечно, мы здесь не поставим ей индивидуальное целевое значение гликированного 6,5, как в прошлом случае. Мы имеем право гликированное ей поставить как целевое гораздо выше. Но какой бы мы ни поставили, а максимально высокий мы можем сделать 8, все равно она до него не дотягивает. В принципе, в своем возрасте, вот это вопрос, умрет ли она от сахарного диабета? Потому что реально те процессы, которые сахарный диабет запустил в ее организме в плане сосудистого поражения, они уже запущены, с одной стороны, да. С другой стороны, гипергликемическая кома, какая-нибудь гиперосмолярная, ей не угрожает, чтобы она там не принимала какие-то таблетки, они будут в момент, да, притормаживать. Но мы не можем женщину, да, как правильно Михаил Юрьевич сказал, 63-х лет, оставить так сказать ей о том, что у сахара не самая большая ваша проблема. Мы все равно должны, да, здесь каким-то образом вот этот вот гликемический контроль проводить. И здесь вопрос-то в чем состоит? Вот по сути дела метформин из года в год, из десятилетия в десятилетие остается базовой терапией, на которую надстраивается любая другая сахароснижающая терапия, включая инсулин, согласитесь? А можно ли этой пациентке метформин с учетом всех ужасов, которые произошли у нее сердцем? Потому что мы, конечно, назначаем метформин всем, но как только мы слышим хроническая сердечная недостаточность, острогранатный синдром или инфаркт миокарда, мы тут же с метформином притормаживаемся, да, и, в общем-то, считаем, что это противопоказание, да, для применения данного препарата. Михаил Юрьевич, что кардиологи по этому поводу? Кардиологи все равно, они такие, как хирурги, да, как бы говоря, которые отменяют, там, двойную термоцитарную терапию, считают, что таблетки, мы не видим никаких, в общем-то, великих проблем, да, и если брать частоту, да, вот сахарного диабет, среди пациентов, с хронической сердечной недостаточностью, то она достаточно высока, и метформин при сердечной недостаточности, в общем-то говоря, он увеличивается, вживая, да, и на самом деле очень были интересные цифры, частота лактата цидозов после введения метформина в клиническую практику не выросла, да, и препарат 100 лет уже в обед, и если так признаться, кто там видел этот лактат на цидозе? Да никто не видел, сказать, ну, он как этот, да, видишь суслика, нет, а он и я нет, а он есть, ну, то есть это вот, и инструкция настолько стара к метформину, что 50% сейчас назначений препарата не за пределами инструкции, да, то есть как бы все говорят, что надо ее пересматривать, обратите внимание, да, и с нормальной фракцией выброса, да, и со сниженной фракцией выброса, все равно на метформине лучше, наш пациент с нормальной фракцией выброса, хотя у нее есть, может быть, сердечная недостаточность, тем не менее, опять же, да, у нее нет противопоказаний к назначению метформины, ну, и атеротромбоз, да, как бы говорят, сам факт наличия у нее инфаркта миокарда никоим образом нам с вами не мешает и никак, так сказать, соответственно, не влияет на наше с вами желание назначить метформину. Как говорится, мы как дворник Никиты Пряхин, как пожелание, так и сделаем, тем больше, что лежит смертность. И, если взять все исследования, да, которые были проведены, там, работы, сахарный диабет второго типа и хронический сердечный недостаток, везде это значение метформина снижала общая смертность. И, собственно говоря, общая смертность, да, другие смертности, с острым коронаврным синдромом, опять же, мы видим с вами снижение, так сказать, с острого берега, добавляем реанимацию, да, мы начнем с вами с инсулинотерапии и право будем, да, но это не на всю жизнь, да, так сказать, дальше что можно, в общем, вполне думать, а переходить на табликированные препараты. Очень частый вопрос, а что делать в контрастах, да, вот контрастно-индуцированной нефропатии, ну, во-первых, риск контрастно-индуцированной нефропатии, он, скажем так, сильно завышен, проще говоря, что контрастно-индуцированной нефропатии, которая доходит до диалий, займет там, ну, от силы 2% от всех исследований. Если это инфаркт миокарда, и пациент понимает метформин, вам надо коронармографию, или надо делать, вообще ни о чем не думать, цена высока вопроса. Если у вас, соответственно, ситуация плановая, да, но уровень креатинина у вас, так сказать, больше 150, но у вас объем контраста меньше 100 мл. У нас коронармографию, так сказать, наши армографисты могут сделать, так сказать, 40 мл. Если выше захотят, то 30 мл. То есть, вот реально. То есть, когда вот они тут ставят свои цели, то если объем контраста предполагается больше 100 мл, то тогда за 48 часов процедуры инфармирование вы можете отменить. Но в общем и целом, как правило, это не требуется. То есть, как правило, это не требуется. Таким образом, пациент со стабильной ищенической болезнью сердца оно вполне себе эффективно, безопасно и улучшает прогноз. Я понимаю, что данные исследований получены тогда, когда и статинов толком не было, и вот этих всех коронармограф вмешающихся и так далее. Тем не менее, как ни говорят про метформин, все равно он остается кровоугольным камнем любой терапии. Если у нас нет тяжелой левождулудочной недостаточности, то, соответственно, мы с вами можем его назначать. Да, конечно, в условиях отек легких кардиогенного шок делать этого не надо. Там перфузия ткани реально нарушается, ну, зачем это? Составь, дурака, Бог, молитв, он все равно позабил. А дальше? Дойдем до того, что дальше. Видите, коллеги, на самом деле у наших пациентов есть представление о том, что печень это основные органы, которым надо беспокоиться. И здесь уж метформинная печень это притча в языцах. Ну и мы с вами иногда перебираем со страхами в отношении того же метформина, не назначая его там, где мы можем это делать. Ну и если говорить о том, какая должна быть сахроснижающая терапия у этой пациентки, мы сейчас перейдем к выбору конкретных препаратов. Нам сильно надо, чтобы она была эффективна, потому что нампликированное надо снизить на так процентов на полтора, да, и это не вопрос одной таблетки, это первый момент. Она должна быть у нее безопасной, потому что если в первом случае мы можем рассуждать на тему позволить себе пациент более современное лекарство или менее, но в конечном итоге мы понимаем, что у него будет работать любое, то вот в этой ситуации это действительно тот самый случай, когда некоторые препараты, вызывающие, например, гипогликемию, могут действительно ухудшить ее прогноз. И мы хотим, да, безусловно, и влиять на смерть. И что мы еще хотим, да, вот препараты, какую возможность они сейчас нам предоставляют? Это снижение сердечно-сосудистых рисков. Сам по себе сахароснижающий препарат в наше время оказался способен, снижать сердечно-сосудистую смертность не по причине снижения сахара, а по каким-то другим механизмам действия, которые до сих пор мы еще не установили. И вот если посмотреть на последние рекомендации американские, до 18-го года в отношении выбора сахароснижающей терапии в зависимости от сердечно-сосудистых заболеваний от ХСН, то у нас есть две молекулы, у которых высокий уровень доказательности в отношении снижения то есть самой сердечно-сосудистой смертности. И к этим молекулам относятся лироглутин, аналоги глюкогоноподобного пептида, и эпоглифлозин, да. И вот здесь вот можно долго рассуждать в отношении класс-эффектов, да, сейчас, как никогда, многие высказывают мнение, что класс-эффекта как такового не существует, но мы понимаем, что если говорить о СГЛТ-2 ингибиторах, да, то посмотрите, все-таки у эмпоглифлозина высокий класс доказательности в отношении снижения сердечно-сосудистой смертности, а вот все другие молекулы из этой группы не поставили в рекомендации с высоким уровнем доказательности. Там уже будет Б, там будет С, я имею в виду, то, что касается и канаглифлозина, да, и других молекул. Поэтому только две молекулы. И тут, да, опять получается, что, к сожалению, с лироглутидом мы сильно ограничены ввиду его стоимости, но немногим пациентам мы можем, да, этот препарат, к сожалению, назначить. То есть, еще раз повторю, это те молекулы, которые не только снижают сахар, а реально снизят сердечно-сосудистую смертность. И когда мы возвращаемся к нашей пациентке, понимая, что ей можно метформин, то есть, допустим, мы с инсулина, ну, не обязательно, это было у нее базальный инсулин, скорее всего, если она в реанимации находилась, да, болезный был инсулин, мы ее можем перевести на метформин, нам это позволяет и скорость клубочковой фильтрации, и даже ее сердце, но к этому мы должны добавить еще какие-то препараты, да. И вот если мы говорим об ингибиторах натрия-блюкозного гутранспортера, мы получим в виде снижения сердечно-сосудистой смертности, да, напомню, что хорошо известным всем исследованием БРЭК, а вот камм смертность снижалась на 38%, да, то есть, эффективность, безусловно, и снижение массы тела может для нее не так актуально, но все равно, да, она, видимо, похудеет на этой терапии, да, нежелательное явление, но те бонусы, которые мы получаем, здесь нам, конечно, говорят о том, что надо пробовать и смотреть, но будут нежелательные явления, и тогда уже будем решать вопрос об их отмене, а вот препараты сульфанилмочевины вот здесь точно нет, и нужно пытаться каким-то образом, да, этой пациентке объяснять, почему нет, ингибиторы ДПП-4, да, потому что нам нужна схема терапии, комбинированная, чтобы она дала эффект, и нам нужен постпродиальный контроль у этой пациентки, да, и безусловно, все их эффекты, да, будут нам только на руку, но и здесь, в принципе, тоже мы бы сказали, да, если бы нас не ограничивала стоимость, и вот, если говорить уже о конкретных препаратах, да, кликированной 9,3, как я уже сказала, снизить его до целевых показателей, нам нужна комбинированная терапия, здесь вполне, вот такая трехкомпонентная схема, в которой базовая, да, терапия присутствует обязательно, эффективный постпродиальный контроль, плюс молекулу, которая дополнительно будет снижать сердечно-сосудистую смертность у этой пациентки, поскольку у нее есть их СН, и уже перенесенные сердечно-сосудистые события, и, конечно, нельзя продолжать прием сульфанил, мочевины, да, вот в этой ситуации. Кстати, почему мы выберем, например, здесь аллоглептин, да, среди ингибиторов ДПП-4, но, вот, если вы посещаете мероприятие, то вы видите, иногда, к сожалению, все наши мероприятия сводятся к тому, что мы занимаемся там рекламой каких-то отдельных молекул, да, и, конечно же, это неправильно, и вот если говорить про класс ингибиторов ДПП-4, как и про любой другой класс любых других препаратов, есть некие свойства, которые есть у класса препаратов, если мы говорим про те же ингибиторы ДПП-4, мы понимаем, что гипогликемии никакая молекула из этого класса не вызывает, и в отношении массы тела нейтральны все молекулы в этом классе, но есть бантики у каждой конкретной молекулы, зная о которых, мы иногда в конкретной ситуации можем назначить именно эту молекулу, а не какую-то другую, и мне бы хотелось буквально в двух словах остановиться вот на бантиках, которые есть у аллоглептина, посмотрите, когда оценивали сердечно-сосудистую безопасность этого класса препаратов, то все молекулы в этом классе показали примерно вот такие графики, которые говорили о том, что они безопасны, то есть не отличаются от плацебо у пациентов с тем или иным высоким сердечно-сосудистым риском, но если посмотреть, что это были за группы пациентов, включенных в исследование, то у всех молекул они были разные, это были только факторы риска или наличие ишемической болезни сердца, или это были те люди, которые вчера перенесли инфаркт, то есть это были пациенты, которые находились с острым крайварным синдромом, в делении интенсивной терапии. И вот аллоглептин, он был как раз таки у этой категории пациентов исследован и показал точно такую же сердечно-сосудистую безопасность, как молекулы с другими, ну скажем так, менее выраженными факторами риска. И соответственно, может быть, поэтому в данной конкретной ситуации у пациентки, которая только перенесла инфаркт, стоит обратить внимание на аллоглептин. Что мы видим в анализах крови через год? Смотрите, ну гликированные трехкомпонентные схемы нам снизить удалось, но на самом деле, если бы не удалось, следующим этапом, конечно, было бы добавление инсулина уже, а не каких-то там других препаратов или увеличение доз препаратов, но тем не менее, пока в течение года эта терапия эффективна. На фоне гиполепидемической терапии, да, вы видите, вполне в норму, в цель вошли ее, да, Михаил Юрьевич, показатели по триглицериду и холестеринам или по протеиду низкой плотности, ну вот практически, да, у нас как раз-таки здесь-то цель уже 1,8, да, а не 2,5. И у нее, слава Богу, остается нормальный СКФ, который тоже создает для нас проблемы в назначении тех или иных препаратов. Как только, да, мы упираемся в низкую СКФ, уже что-то назначить не можем, но здесь, слава Богу, СКФ все более-менее нормально. Ну, дальше возникает вопрос, продолжать ли, да, как бы говоря, у нее, наши, так сказать, усилия, во-первых, гиполепидемические, а во-вторых, с двойной антитампоцитарной терапией. У пациентки высокий риск ишемических событий, да, у нее скорость глубочной ретрации не 60, у нее диффузные сосудистые поражения при диапее. Дети-люди, конечно, склонны к дальнейшему прогрессированному атеросклерозу, к дальнейшим атеротромботическим событиям, причем уже иногда в других местах, да, даже если ставят стенд, то при многососудистом поражении, к сожалению, так сказать, риски гораздо выше, нежели, чем при однососудистом, и у нее вот эти вот повторные инфаркты, еще Бог миловал от большого инфаркта, да, вот у нее как-то его не было. И здесь, как бы говоря, такой вопрос, да, ответить, продолжить ли вот это крыло и дальше. Был исследован Пегасус, да, там две дозы, 92 раза, 62 раза, и у них получилось так, что одинаково эффективно две дозы были по сравнению с плацебо и при этом в общем-то кровотечения были на меньшей дозе речи, ну что в общем достаточно логично. Есть только один факт, перерыв между переходом от 90 до 60 не должен быть больше месяца, потому что чем больше перерыв, тем меньше мы выиграем, что в общем-то говорит понятно, по той простой причине, что те, у кого никаких событий не произошло, это острый эксперимент, значит им, наверное, и не надо. А у кого произошло, их уже не успели, вот за этот вот больше месяца период, да, то есть, поэтому если мы переходим, то переходим по идее сразу вот именно вот такой категории больных, да, вроде риски кровотечения не растут, соответственно, значит, ну, почему бы меняли налогрин и брендоприн, не знаю, так сказать, как бы говорили, сказать, тут бог везет, да, но эндопамид, да, в принципе, можно было там еще какую-то комбинацию, ну что есть, то есть, да, это как правило, тут как раз мы ничего не придумываем, тикокрилор уменьшили до 60 миллиграмм два раза в день, насколько, на неопределен долгий срок, а тормостатин так и остается 80 миллиграмм, она его переносит, слава богу, так сказать, липидные показатели достигли практически идеально, да, ну и от добра добра не ищут, я тут правда как раз недавно смеялся, но с реанимацией вообще, они где-то усвоили, что статина полезна после инфаркта, лежит женщина с пневмонией, тяжеленной, 87 лет, у нее золото стоит, она на трубе, они туда вот в этот золото пихают, а тормостатин, я говорю, что прогноз улучшаете, долгосрочный, а вот ей положено, не надо абсурдисты, доводить, в общем, ну и вот, так сказать, комбинат, она также на АСС-орбите, пускай остается, почему медициногардия у нее в тех рамках физических, так сказать, нагрузок, которые она, так сказать, нужны ей по жизни, она вполне работает, единственное но, да, можно попробовать ей сделать комбинированный препарат, просто чтобы уменьшить количество таблеток и чтобы увеличить ее комплименты, здесь различного рода комбинации, есть теперь уж даже и по три, говорят, прямо, так сказать, не только там, да, плюс диуретик, есть там с эстатином, но мне кажется, что здесь, вот за этот счет, можно сделать такой вот шаг к солнцу, да, потому что, ну, действительно, это довольно большое количество препаратов, с другой стороны, мы, так вот, если посмотреть, от чего мы могли бы, в общем-то, избавиться, не знаю, я, честно говоря, ничего такого, можно попробовать уменьшить дозу изосорбиды, да, потому что со временем стенокардия, так сказать, она может уменьшаться, еще такой вопрос, да, что еще можно сделать, вот у нее, а еще у нее можно сделать, чему, методы физической реабилитации, дозированных физических нагрузок, да, вот это реально работает, да, это первое, второе, в принципе, у нее обзивно нарушенная, баллонная контрпульсация, тоже может рассматриваться, как метод, да, сказать, если у нее сохраняется стенокардия высоких градаций, то есть, и ее никак не почитишь, да, то есть, вот это вот, тот момент, когда, это тоже не надо забывать, это, кстати, мало где есть, это, и не так распространена у нас, к сожалению, реабилитация кардиологическая, сейчас, да, пожалуйста, ударная волновая терапия, что она? Ударная волновая терапия, а я в нее не верю, она не работает, но у нас она была, она как-то была насильственно, замедлена во многие учебные учреждения, но вот в отличие от усиленной нарушенной баллонной контрпульсации, вот там у тех хоть какая-то доказательная база есть, насчет ударной волновой терапии, я не видел эффекта, хотя нет, знаете, с точки зрения как плацеда, да, такой эффект и нет, у больного это производит впечатление, что их бухает здорово. Ну как это хвалит, то понятно дело, что же ее рубать, если она у них есть? А вот, ну вот, наверное, такое вот, два случая, у нас есть буквально там две минуты, чтобы какие-то вопросы задать, да, ну, пожалуйста, вот ударную волновую терапию, ну, знаете, честно говоря, Даниль, ну, в такой ситуации, ну, наверное, можно ее попробовать, лучше ставить, ну, слава богу, как говорится, наша задача здесь, симптоматическое улучшение, да, прогноз она не улучшает, ну, как впрочем, как мне кажется, ей усилили нарушенные контрапульсации, но симптоматику, да, экзосорбит, динитрат, он тоже прогноз не улучшает, наша задача, что это улучшение симптоматики, да, в общем-то, в данном, в таком контексте, а прогностические все вещи мы решили с помощью, так сказать, таблетированных препаратов, да, так сказать, если не поможет, ну, и судим, по анонампередию, ну, куда делаться, в общем, вопрос такой достаточно серьезный, вот, все, что хотели сказать, рассказать, выводами без жизни, премьерами. Когда идет выбор дозы аспирина? У нас существует там 75-150, вот как выбор перехронической ЭБС? А? Вы знаете, там же считается от 75 до 150. кто у нас тут считает? Нет, не менее, мы всегда выбираем. Да, никто, что выбирает, ну, по 100 даем, и все. Не знаю, мы не выбираем, у нас по 100, в элеграм, он и есть, и он и есть. Я считаю, что это оптимальная доза, настройка, да? 5-5 маузов, да? А, а в республике, Ваши пациентки была хбп-3, у вас нет, да? Значит, смотрите, я поняла Ваш вопрос, сейчас обязательно отвечу на него. Значит, у нашей пациентки как раз-таки СКМ была чуть ниже 60, и это действительно хбп-3, но это не противопоказание для метформина. Значит, как сегодня обстоят дела с метформином со скоростью клубочковой фильтрации? Вот если мы возьмем последние американские рекомендации, там абсолютным противопоказанием является СКФ менее 30. Но если мы с Вами возьмем препараты, инструкции к препаратам, зарегистрированные в нашей стране, клюкафаж, сиафор, там любой другой метформин, причем в комбинированных препаратах и в монопрепаратах, да, метформина, будет стоять разное ограничение по СКФ. Где-то 60, где-то 45, где-то какие-то другие цифры. То есть мы на сегодняшний день не перешли к какому-то унифицированному значению и получается, что вот общепринятым является ограничение по СКФ 45. Но есть препараты, в которых прописано 60, и тогда получается, что мы назначаем метформин на флейбл, потому что мы вообще никогда не знаем, что пациенту дадут в поликлинике, что он купит, какой метформин. Мы же прописываем не коммерческое название, как правило, а действующее вещество. Поэтому здесь, я думаю, вот эти новые рекомендации, которые у нас появились, американские с ограничением по СКФ 30, они просто нам позволяют себя комфортнее что ли чувствовать внутри, когда мы даем пациенту 45, 46, если это пациент адекватный, а не тот, который каждую букву инструкции вычитывает и потом дальше начинает какие-то свои инсинуации юридические в наш адрес. Поэтому с метформином, к сожалению, все неоднозначно, но в целом по стране 45, вот как сейчас считается этой цифрой, при которой не можем, а этой пациентке можем, да, но не полную дозу. Вот, соответственно, поэтому ей было назначено полторы-две тысячи. Еще вопрос? По поводу статина. Вот появился вроде бы любоз, если не так это не изменение, который, ну, вроде бы доказано, что он не увеличивает частот родительства, и мета-анализ, может быть, ну, как, для этого надо лет 10 наблюдать прием, увеличивать, увеличивать, ну, наверное, так сказать, это мета-анализ, сборная, соля, может быть, так, да, как бы, варень, но пока никто этого не видал, да, на долгосрочном, так сказать. В любом случае, это, ну, как сказать, ну, это такая вещь, да, которая, ну, вот, как хортовидон, он тоже увеличивает развитие сахар, близко-развитесарный диабет, но давление все равно снижает, да, и тагестатины, они работают, не зависит от того, увеличивают они близко-развитесарный диабет или не увеличивают. Кстати, по поводу этой самой миопатии, у нас пациент, у нас, больница, который год ходил и, так сказать, вот так руки даже не мог поднять, обошел всех неврологов и и так далее, казалось, что у него там КФК, порядка пяти тысяч, он там пьет статины, имеет такую миопатию, а его там, чего-то к ней лечили, ну, болит, это редко, но у меня не бывает, поэтому, знаете, не знаю, ну, наверное, можно считать, что, ну, ей все равно, у нее сахарный диабет уже есть, там, что увеличивает, не увеличивает, да, так сказать, уже же ничего не произойдет, да, так сказать, мы как раз берем больных сахар, а в такой реальной жизни, ну, наверное, это, в моем взгляд, этот не больше, чем маркетинговый ход, ну, вот, как мне кажется. Я бы тоже хотела добавить комментарий, просто, понимаете, если сегодня пациенту показаны статины, и мы понимаем, что мы их назначаем сегодня и снижаем сердечно-сосудистую смертность, а вот разольется диабет когда-нибудь там или нет, это вопрос открытый, плюс, нам казалось, что мы про сахарный диабет второго типа, но уж все знаем на сегодняшний день, и опять-таки, да, мы сталкиваемся с тем, что с патогенезом все до конца непонятно, вот, очень хороший пример, то, что мы всегда считали, ну, каким-то стрессорным диабетом или диабетом, который развивается на фоне, например, рейтингового применения глюкокортикоидов, но не у всех же, да, понимаете, есть пациенты с бронхиальной астмой, есть пациенты, которых мы пульсуем по поводу эндокринной, ампетальной ампатии, что у каждого развивается диабет на фоне приема глюкокортикоидов, нет, есть какая-то почва, о которой, может быть, мы что-то знаем сегодня еще не до конца, и то же самое, видимо, в отношении статина, то есть, у кого должен развиться диабет, или не должен, видимо, тоже есть какая-то предрасполагающая почва, и если бы статины не давали конкретный эффект в ближайшем будущем, мы бы еще могли бы рассуждать, да, на тему того, что стоит и не стоит, а потом, если диабет развился, все равно никто не может доказать, от статинов ли он, или сам по себе бы все равно разнется, ну, согласитесь, поэтому мне кажется, что вот это вот как бы, не тот камень преткновения, в который мы упираться должны, в отношении терапии, которая реально увеличила жизнь людей на земле, да, вот так, к большому счету. Жужа, на этом мы, наверное, тогда завершим, спасибо вам за внимание, все хорошего. Спасибо. Спасибо.